Андрей, здравствуйте. Андрей, меня зовут Катя Романова. Звоню касаемо торговли на бирже. Удобно говорить сейчас? Удобно. Удобно, отлично. Андрей, мне передали информацию, что вы ранее интересовались финансовым рынком торговли на бирже. Что на текущий момент? Да, сейчас что-то приостановил. Сколько с этими, с несколькими, как сказать, фирмы 3, как называется, фирмы 3, общался с ними, везде стараются просто слить, уничтожить депозиты, все. Ага, то есть, насколько я понимаю, вы перевозили им деньги, они вам давали убыточную сделку и торже деньги. Или через некоторое время. Не то, что давали, а даже сами тут, вот как сказать, он говорит, я говорю, я не могу пока вступить, а давай я, говорит, для тебя сделку открою, ты дай голосовое подтверждение. Я говорю, ну давай, вот, да, домой прихожу, у меня уже там от депозита ничего не осталось, я давай им дозваниваться, они говорят, а, что, как сказать, после регистрации в нашей компании, говорит, ведь ты же берешь все финансовые риски на себя, ну и все, ищи новые деньги, заводи, и дальше будем повторять то же самое. Андрей, ну тогда, если же они имели доступ к вашему счету, то здесь большие сомнения, был ли этот счет вашим вообще? То есть вы или как-то с карты на карту делали пополнение, или вы делали пополнение с киви на киви? Каким образом? Карты на счет? Какой? Заходишь там как-то во своем аккаунте депозиты, переводишь с карты, и вот так, а как еще, какой киви-то? Попросту, Андрей, очень много слышу подобных историй, как ваша, уже от наших клиентов, то, что бывали случаи, что действительно переводили вот с карты на карту деньги, вот ты предположила, может, в вашей ситуации точно так же произошло? Нет, я со своей карты на счет. То есть вы переходили, вводили номер вашего счета, или вы попросту нажали там волшебную кнопочку «Сделать депозит», и вас сразу выбрасывало на реквизиты карты? Ну так как, нет, там же сперва заходишь, регистрируешься, этот логин, твой пароль в твоем личном кабинете, делаешь депозит, они же хотят разговаривать-то только после того, как сделаешь депозит. А вот скажите, Андрей, вот как вы думаете, почему так произошло, что вот, как вы говорили, что вы только дали голосовое подтверждение, и они получили доступ к вашему счету? Ну почему? Вы им предоставляли пароль, логин, что вы им предоставляли? Если у них, как сказать, у них на сервере, он сидит на сервере, он все видит, да как, почему он, наверное, там и может делать все? Так ведь не должно быть, в основном, Андрей, прекрасно понимаете. Сейчас-то понимаю, а 7 лет назад не понимал. То есть это было достаточно давно. Хорошо, я поняла вас, Андрей, а подскажите, вот на текущий момент, вы смогли бы рассмотреть возможность работы при условии, что убедитесь, что мы действительно официальная компания, видите наш регламент работы, как мы работаем? Ну, как сказать, при условии только то, что мы работаем на ваши деньги. Потому что если я свои ввожу, то есть, как сказать, ваш там суперэксперт ошибается, я вхожу в несколько убыточных сделок, на моем депозите остается ноль, и что? Ну, смотрите, Андрей, на такие случаи у нас предоставляется страховка. Это во-первых, то есть, если наш специалист предоставляет вам убыточную сделку, как вы говорите, то эта сумма снимается со страховки. И что? Так вот, давайте пока поработать, чтобы убедиться в компетенции ваших сотрудников. Чтобы убедиться в порядочности вашей компании. Давайте поработаем на ваши деньги. Андрей, вот как раз таки для этого, повторюсь, есть страховка. То, что компания в полной мере несет ответственность за своих сотрудников. Это как раз таки для этого, которые оставляют вам страховку. Каким-то таким образом, каким-то таким образом. Потом скажут, а твои деньги, вот там того нету, да другого нету. Поэтому даже если твои деньги остались, как я их, какие гарантии-то, что я их смогу вывести? Андрей, давайте тогда мы с вами поступим таким образом. Мы сейчас с вами рассмотрим, как мы работаем, обсудим все возможные, скажем так, варианты, возможные исходы. Я прекрасно понимаю, что у вас есть страх, что вы научены горьким опытом. Мне не надо многие аспекты, мне надо единственный, чтобы я получил гарантии, так сказать, вашей порядочности и компетенции и всего остального на ваши деньги. Потому что если я взведу сколько-то там, ну как сказать, минимальный депозит, 150, 200, 250 долларов, у меня нет никаких гарантий, что я их обратно выведу. Андрей, так, а вы, во-первых, вам не переводите деньги, вы открываете ваш собственный счет через банк, у вас будет конкретный номер счета, и далее вы уже самостоятельно проводите операции с вашим счетом. Это какой номер счета, в каком банке? Банк выбираете вы сами. Что-то не то. Бер, банк, Тинькофф, абсолютно любой банк. Вот. Ну я сам торговать не могу, я сам анализировать не умею. То есть, потом, мне вы опять же так же и скажете, что ты видишь, в пользовательском соглашении есть такая строчка. Соглашаясь с нашими условиями, клиент берет все риски на себя. Все действия наших сотрудников считаются... Андрей, давайте мы будем рассматривать уже все по факту. Я понимаю, что вы человек уже наученный. Это даже хорошо, что вы можете сейчас сразу проверить абсолютно все варианты, все исходы данной ситуации. Андрей, у вас сейчас доступ к интернету есть? Ну, есть. Есть. Хорошо, Андрей. Тогда давайте поступим таким образом. Я вас сейчас познакомлю со специалистом, который работает с действующими клиентами. И все данные вопросы вы, Диму, можете задать и обшитить исходы абсолютно всех ситуаций. Ну, ладно, давайте. Хорошо, Андрей. Сейчас я вас соединяю. Ожидайте. Продолжение следует... Да, приветствую. Здравствуйте. Да, Алексей Александрович Сикорский, собственно, аналитик компании. Как вас зовут? Андрей. Очень приятно, Андрей, познакомиться. Так, вас ввели в курс дело, что мы набираем новых инвесторов в нашу компанию. И в целом занимаемся рынком профессионально. Мы предоставляем услуги брокера клиентам. Ну, что... Ну, там уж не так сказала. Позвонила, сказала, вот тут есть сведения, что вы раньше интересовались биржевой торговлей. Ну, вот у нас, говорит, там новые интересные условия. Я говорю, ну, давай, давай. Да, это отчетливо видно, что у вас есть определенный опыт торговли. И, насколько мне сказала девушка, негативный, верно? Ну, да. Да, можете сориентировать, как проходила ваша работа с брокером, вы сами, с аналитиком? Так, с аналитиком я сам-то не умею. Вот. То есть он сперва сейчас говорит, хорошее условие, давай вот, как сказать, поторгуем. Я говорю, так я на работе, я в течение дня торговать-то не могу. Хорошо. Ну, если вот, как сказать, мы же, говорит, оба заинтересованы. Ты давай, говорит, свое голосовое подтверждение, свои, это, как сказать, что вот у нас сейчас есть очень хорошие сигналы, там, на продажу, на покупку, это, давай, говорит, пока у меня депозит был маленький. Я говорю, давайте, хорошо. Вот, он мне, там, как сказать, две сделки, потом вот он за неделю у меня очень хорошо увеличил депозит вдвое. Пока вот я на работе был, говорит, давай, мне голосовое согласие, я говорю, ну, хорошо, конечно, давай, думаю так. Это, вот, за неделю он мне его удвоил. Видишь, говорит, как у нас хорошо получается, давай еще, говорит, добавь, чтобы там до тысячи долларов было, ну, это семь лет назад, там, да что-то. Вот, до тысячи долларов, чтобы там прибыль была и все такое, ну, я там немножко добавил еще, вот, это, как сказать, еще он мне немножко подорговал, еще немножко, давай, говорит, рублей на сделки. Вот, заходим, вот, ну, порядка до трех тысяч долларов, как сказать, депозит мы развили. Потом он мне тоже говорит, вот опять очень хорошая сделка, сейчас дай, говорит, свое голосовое согласие на, что, на, а, это там был, когда Великобритания-то выходила, Brexit-то она. Да. Ну, и что, я заработал на Brexit, а вы как? Так вот, по его совету он говорит, сейчас, говорит, по моей инсайдерской информации, Джи Би Паунт очень резко скаканет, давай, говорит, его купим, дай голосовое согласие. Я говорю, ну так если уж мы так удачно работаем, сделок 20 у нас уже было, он мне удвоил депозит и так далее, вот это, покупаем, вот. Я говорю, ну хорошо, даю голосовое согласие на покупку. Вот, домой прихожу, у меня уже с 3000 долларов депозит меньше половины, я давай звонить по звонилке, там великобританский номер, вот, звонил, звонил, никто разговаривать не хочет, тебе, говорит, надо выходить на твоего личного менеджера, он отвечает, никто другой за ваши, там, эти, ответственность не возьмет, и все, а он сейчас заболел, он там что-то с ним на учебу и куда, я не дозвонился, вот, 3-4 дня мой депозит меньше-меньше-меньше там на Брексите, это вот когда Великобритания проголосовала на выходе, это лет 7 назад, и когда... Да я знаю, но, Андрей, тут дело в чем, валютная пара фунт-стерлинг по соотношению к доллару тогда стремительно падала, как вы умудрились открыть сделку на покупку? Вот это меня интересует. Да так, как, я же вам давно уже рассказываю. У вас там какой-то клоун, что ли, был? У вас какой-то клоун был, а не аналитик, по-моему. Да я не знаю, ну... Просрать, ну, как можно просрать деньги клиента? Вот если я с вами буду торговать, я вам сейчас скажу, я человек прямой, у меня отец военный, я как бы не москвич, я из-за Байкалия, и как бы я человек прямой, человек честный, скажу как есть. Если я с вами работаю, у вас 3000 долларов на счету, у нас все успешно, а потом на какой-то одной торговой операции я хоть потеряю вам хоть один, хоть два доллара, то поверь мне, этажом выше сидит мой генеральный директор, он с ножом спускается ко мне в кабинет сюда, дает мне в руку нож и будет смотреть, как я сам себя с честью зарежу, как в Японии самурай делали, помните? Ну да, такая хорокинь. Она завтра все сипуку, сипуку называется, да. И это реально так, потому что, ну, потерять депозит вам, ну, 3000 долларов, ну, хрен с ними, здесь за выражение, это, ну, небольшая сумма для рынка. Для вас это же деньги, правильно? Для клиента это огромное... Вот, вот, это пятнище для репутации компании, пятнище. Что вы потеряли все тепло. Я и звонил, и писал, никто мне разговаривать не хотел. Вот видите, как так получилось. Андрей, вот видите, по-моему, этот человек так и сам себя пререзал, скорее всего, потому что допустил такую ошибку. Вот и пропал. Потерял ваши деньги и пропал сам, без вести, да. Ну, жаль, конечно, да. А страховое открытие вам предоставил в вашу руке? Нет. Страховку депозит. Там сказали, вот, когда ты подписывал пользовательское соглашение, там, говорит, видишь, есть такой пунктик, что любые действия, ну, да, даже аналитика, даже, там, ну, всех остальных считаются, даже если я делал, как сказать, ну, соглашался с действиями аналитика и советчика, вот это считается моими действиями, и виноват в этом я сам. То есть... Я вам скажу, вам аналитик просто попался некомпетентный и азартный человек, потому что вот взять ваши 100 долларов в управлении, допустим, на старте, вы занятой человек, вы работаете, Андрей, а он взял 100 долларов, за неделю удвоил вам депозит. А если бы там был миллион долларов, он бы 2 миллиона бы сделал, понимаете, да? Это же нереально, это невозможно, это космические проценты. Ну, да. Вот с нашей компанией, во-первых, если вы открыли депозит на 1000 долларов, у вас на балансе будет двушка. То есть у вас будет 1000 ваша, 1000 страховки. Страховое покрытие перекрывает ваши риски. Это первое отличие с этой организацией. Второе отличие, мы не азартные люди, понимаете? И я могу гарантировать вам от себя лично, от лица всей компании, Андрей, ну, порядка 10% и выше к вашему депозиту в месяц. Для вас, ну, для вас, как для взрослого мужчины, 10% совершенно без риска, что страховкой было бы достойным результатом в месяц. Это очень хорошие деньги, только каким образом вы можете это гарантировать? Хотя у нас во время регистрации, когда вы указываете свою почту, придумываете пароль, указываете номер телефона, имя, фамилию, нужно поставить галочку «Я согласен с документом». Там договор публичной оферты. Фактически эта бумага регулирует ваши и наши взаимоотношения. И кому потом интересна эта бумага, куда я с ней? Вот именно, так эту бумагу перед тем, как вас регистрировать, эту бумагу перед тем, как с вами приступать к регистрации, я должен вам отправить на почту. Сначала я вам кидаю ссылку на регистрацию, на вашу почту вы посмотрите, вот есть регистрация. Вы открываете эту бумажку, там всего 30 страниц А4. То есть 30 страниц вы обязаны прочитать. Если вы его не прочитали, не задали каких-то вопросов, то я даже не буду помогать вам с регистрацией, и с торговлей тем более. Так что с текущего момента вы можете хоть на доверительном управлении сразу работать с нашей компанией. То есть никакого даже устного согласия не будет. Я вам помогу оформить доверительное управление активами частного учредителя. То есть с вашего счета по факту вывода я буду получать 20% комиссии. То есть заработаю вам 1000 долларов за месяц, в вашей 1200, в мои 800 ваших. Это так работает. Эту бумагу прямо сейчас записываю в вашу электронную почту, отправляю вам. Ну я думаю, 30 страниц А4 это вам на полчасика чтения. Так что заинтересованный человек сможет найти время. Андрей. Так, ну, слушайте, я, конечно, понимаю, остаток-то остался, 3000 долларов потерять на Брексите, это, ну, на Брексите вообще легче всего было заработать. А вам не знаю, полный идиот просто попался. К сожалению. Я звонил им, у меня звонилка, там у меня что-то было, по 3 рубля за минуту, по миру звоните в Великобританию и в США. И вот я звонил, ничего. Андрей, вот вы звоните этому человеку. Человек понимает, что он натворил полнейших делов. Огромное пятно для республики компании, для него пятно. Лицензии у него заберут, ну, по-любому. Он понимает, что он в заднице. И понимает, что вы в заднице, вы тоже теряете свои 3000 долларов. Он это тоже отчетливо понимал. Просто человек вроде бы русский же, правильно? Ну да. Но слабый духом человек. Вместо того, чтобы взять всю вину на себя, все взять под контроль. Возможно, добавить денег вам на депозит, чтобы выдержать какую-то просадку. Да, так, а как человек вообще в компании никто не захотел? Да, и вот так вот натворил биты и куда-то пропал, и все, и на связь не выходит. Представляете, он где-то трусился дома, весь в какашках своих, понимаете? Скорее всего, оно так и было. А что человек, наверное, не очень осведомленный. Ладно, не переживайте. Андрей, 3000 долларов мы отработаем с вами в ближайшие полгода торговли. Это 100%. Я отправлю вам сейчас бумажку, напишу тему письма от Алексея Сикорского на русском, там с 69-й страницы. Я вам отправлю, вы ознакомитесь до завтра? Ну да, ознакомлюсь. Да, отлично, Андрей. Что ж, раз знакомству, как минимум, раз знакомству конструктивно с вами поговорили. Небольшой горький опыт есть, но, знаете, Уоррен Баффет, он пять раз за всю жизнь был полным банкротом, должен был банком десятки миллионов долларов, и тем не менее сейчас он самый влиятельный человек на планете и сидит на Уолфрид. Так что это ему не помешало. И вам не помешает. Андрей, он тоже парень неглупый и явно неленивый человек, так что, ну, посмотрим, посмотрим, что там будет в дальнейшем. До связи завтра, Андрей, в это же время. Ну да, так. Ну да. Все, окей. Счастливо, Андрей. Удачи вам. Да. Да, приветствую вам. Как делишки, как настроение, Андрей? Да ничего, нормально. Круто. Рад услышать вас в добром здравии. Это Сиконский Алексей, я вчера вам бумагу отправил. Вы отправились, ну, как минимум с тем, что я выписал, там, пару-тройку пунктов. Ознакомились, Андрей? Да, посмотрел. То есть, фактически, эта бумага регулирует наши с вами отношения. Это для чего нужно? Потому что регулятор СССР, и мы выступаем посредником между вами и Миржи Биржи. То есть, фактически, это ваши деньги, ваш счет, делайте, что хотите со своими деньгами. Если хотите заработать, надо наслушаться. Если вы наслушать, если зарабатываете, мы получаем процент. А вы, как бы, тоже ведь должны, наверное, соблюдать интересы-то клиента. А не то, что... Ну, конечно. Если вы скажете, что перечисли нам... Да, это моя прямая обязанность учитывать ваши интересы и учитывать ваши пожелания торговли. Надо тогда скорректировать, как сказать, условия в том плане, что мы обоюдно выгодны, обоюдно уважения, а не то, что вы должны сделать только то, что мы хотим. Нет, ну, это и не я не это имел в виду, Андрей. На таком этом основании и это, что мы, как бы, работаем для обоюдной выгоды. Ну, партнерские отношения, да. Партнерское соглашение, все правильно. Ваша выгода, наша выгода и работаем в тандеме. Это, как бы, цивилизованно, цивилизованно, Андрей. Ну, и в цивилизованных странах оно так и работает. Да. Ну, а слушайте, микроаккаунт. Вот вы уже с горьким опытом на бирже. У вас уже, ну, есть страхи, опасения. И я бы на вашем месте тоже боялся еще раз вляпаться, потерять деньги. Микроаккаунт 5 тысяч российских рублей, 5 тысяч страхового покрытия, пункт 8.8, если читали. У вас будет 10 тысяч, риски перекрываются страховым покрытием. И мы с вами потихонечку двигаемся вперед. Будут какие-то желания больше заработать? Озвучивайте мне, я вам объясняю, что мы можем с вами сделать в дальнейшем. Ну, да, меня вот самое главное интересует в том, что каким образом ваша компания будет защищать мои деньги, ну, вот, как сказать, мой вклад от любого там, ну, уничтожения, либо, как сказать. Потерь, потерь, потерь. То есть, смотрите, вы открыли депозит на 1 миллион долларов. У нас есть страховая группа, вот два Сашуренс, это наш прямой партнер, это немецкая страховая группа. Они страхуют капиталовложения каждого клиента нашей компании в полном объеме. И поверьте, ну, 1-2 миллиона долларов застраховать для них это 3 копейки, понимаете. Там многомиллиардные обороты ежедневные, они умеют зарабатывать деньги, задействуют свои страховые суммы. То, что в работе клиентов компании получают тоже определенную выгоду. А каким образом они страхуют мои деньги? А вы же считали, начисляется по номеру вашего торгового счета. Точно такая же сумма. Один к одному. И что, так я какой-то должен полис получить или что, где я потом буду вот концы искать? Нет. Какой бонус? Полис, полис, вот, страховой полис. А, так у нас контракт со страховой группой В-2 Сашуренс. Я могу предоставить вам контракт с банком, контракт с страховиками. У вас-то он. У вас контракт с банками, со страховиками. Там, да, еще один интересный пункт, что все действия, так, ну-ка, сейчас я вот его открыл. Так, все действия, любые действия вот считаются действиями клиента, ну, как сказать, клиента. Ну, так, конечно, это же ваш торговый счет, ваши деньги. И на торговом терминале вы торгуете. Я же не буду вместо вас торговать. А если я, вот, как сказать, сам торговать не умею, я только должен же делать в полном соответствии с вами? По моей рекомендациям. Да, совершенно верно. Если же, по моим рекомендациям, вы теряете свои капиталовложения, то я несу финансово-материальную ответственность за ваши деньги. Там тоже есть такой пункт? Это что значит? Вы куда? Это значит, что если я за вами закрепляюсь, как ваш сопровождающий специалист, как ваш консультант финансовый, то если я вам потеряю хоть копейку, то компания вам все возместит и спишет с моей зарплаты. Да и вообще меня нахрен уволят отсюда, извините за выражение, потому что, ну, потеря счета клиенту, как у вас получилось на Брексите, это пятнище для репутации нашей компании. Мы тут не азартные люди и мы не зарабатываем космические проценты. Но потихонечку двигаемся вперед. Я думаю, что как бы надо... Ну, я как бы думаю, что нам надо потом с вами поработать хотя бы месяц-два. А там, ну, вы же здравый человек, вы же человек приземленный. Я думаю, вы сами разберетесь уже по ходу работы, что нам с вами делать дальше. Снять свои капиталы и с нами попрощаться, но вы успеете в любой момент. Не банк, не факт, не будет. Но вы этого не сделаете. Вы этого не сделаете, потому что... Ну, конечно. Андрей, я здесь работаю, я знаю, о чем я говорю. Ну, вы смешно говорите, я этого не сделаю. Так вот, хорошо бы, надо бы сделать вот это вообще-то. А там как бы... Так что мне не убор, чего снимать. Почитайте 3.3. Снять свои капиталы и вложения, это ваше право, и вы можете это сделать в любой момент. Вот так и написано. Клиент имеет право зачислять и снимать. 3.3. Да, да. Открывать торговое, именно зачислять, снимать. Да, 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 да. Да, 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 да. Так что через полгодика, через годик, будет 5-10 тысяч долларов, мы вам сформируем хороший портфельчик с повышенным доходом, с минимальными рисками. И вам даже ничего делать не надо будет. Но для этого надо дорасти еще. Ну, так большинство, 90% работают по портфельному инвестированию. Чтобы не звонить человеку, не задалбывать его каждый день, что там что-то на валютных парах творится. Понимаете? Портфель есть, делали, 10-15% в месяц капает по портфелю. Все, это шикарно. Вообще ничего не надо. Ну, да. Так. Ну, 5 тысяч микроаккаунт. Зарегистрировались. Пополнили свой торговый счет. Получили страховое покрытие. Так. А вот нельзя, потому что я как вот могу убедиться, что у вас как-то вот вы... Нельзя, скажем, немножко поторговать на демо-счете? А зачем? Да на демо-счете вы можете в интернете открыть демо-версию. Я внесу деньги, я внесу деньги, а обратно я их забрать не смогу, потому что там нечего забирать. Блядь, да... Слушай, если есть для выражения, Андрей, ну там нонсенс. Ну зачем вы так? Что значит не смогу ничего снять, нечего будет снимать? Я что, вам позвоню, чтобы все деньги... Вы трудом потом и кровью зарабатываете деньги, я, блядь, буду их у вас... Вам сливать, что ли, в рынке? Да, да, это... Не, Андрей, что... Вы, ну, я понимаю ваши опасения, чисто по-человечески, что-то, ну, что-то я могу вас понять. Но, черт возьми, вы увидите на балансе свои 5 и 5 тысяч компаний. У вас будет десятка. Это страховое покрытие, это первое, чем мы отличаемся от того брокера, с которым вы работали. С какими-то баранами работали, и вот все, у вас скептицизм. Понимаете? Если, Андрей, вы хотите заработать мешок денег в рынке, то настало ваше время. Петерочка, ну, рискнуть несложно. Я бы на вашем месте рискнул. Я бы в общем рискнул. Вы бы на моем месте рискнули? Ну, конечно. Ну, так давайте рискните. Что имеете в виду? Ну, так сказать, давайте рискнем, вы мне пополняете баланс вашими деньгами. Мы рискуем. А, хотите, хотите по-мурски? Как? Андрей, да не вопрос. Хотите по-мурски, давайте по-мурски. У меня на Тинькове есть там пара десятков тысяч. Я вам кинул 5 тысяч со своей Тиньков-карты на номер вашего счета. Но вам надо будет регистрировать еще-счет. Это займет время. Я вам кидаю 5 тысяч, вы тоже кидаете 5 тысяч со своей карты и погнали с десятки вместе. Это мои пять ваши. Так все, это, это не как сказать. Потому что я не уверен ни в коем случае. Даже вот если очень много страниц вот этих клиентских соглашений, там все на страховые компании. Я потом куда пойду, если у меня денег на счету не будет? Да сюда приедете, на Пресенскую, 12. Вот-ка мне делать нечего. Это за 5 тысяч я буду, у меня билет только до Москвы 5 тысяч стоит. А при чем здесь 5 тысяч? Это тяжело. Чисто по-человечески надо приехать ко мне, набить мне морду. Я бы приехал на пилду какого-то консультанта финансового из Москвы. И что мне денег потеряли? Я бы приехал на пилду, набить мне морду. Я там, я посмотрю, какая, говорите, улица-то? Пресенская, 12. Метровая точка. Так, Пресенская. Не, ну, Андрей, честно, ну, вы, мужик, как бы нормальный. Я, просто у меня нет времени на это все. Если вы хотите зарабатывать, давайте попробуем, поработаем. Я вам, ну, чисто слава мужика даю, что все вам понравится, все будет хорошо. Если что-то не то, вот мой номер у вас на экране. Звоните, уточняйте, спрашивайте. Я вам помогу, чем смогу. И буду содействовать по максимуму развитию вас и вашего счета. Вот этот вот номер, он рабочий, да? То есть он... Ну, конечно. Да, 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 конечно. Только меня попросите на входящий, Алексей Сикорский. А, конечно. Алексей Сикорский. Алексей Александрович Сикорский. Можете посмотреть мои вебинары на ютубе. Я записывал лет восемь назад, Академия Форекса, я преподавал там Форекс. Академия... Академия... Академия Форекса... Фор... И вот телефон у вас, он как, не это, не IP-телефония, он что, стационарный, да? Да, корпоративный номер. Можете позвонить, только попросите меня на входящей линии. А там кто, так, ну вот этот, и вы назвать его можете, да? Кого назвать? Так, 499... Сикорского, Алексей, вы имеете ввиду, что ли? Номер. А, номер? Да. Так он у вас на экране. 499-112-02-86, да? Ну, вы его сохраните, подпишите Алексею Александровичу Сикорскому, и звоните в любое время, с 9 до 6 вечера в Москву. Как ты видишь? Могу чем скажу, подскажу, что могу, Андрей. Ведь время, 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 Андрей, правда, вот, честное слово, нет времени. Ну, я пока еще не это, как сказать, не созрел. То есть, давайте... Это понятно, но... Да, мы на связи, Андрей. Все, вам удачи. Да, извиняюсь, если за мат там... Да, все, это... Прошу прощения. А вам удачи, Андрей, давайте. Что, я перезвоню, но... Субтитры сделал DimaTorzok